Что же, друзья, новости с утра. Обалденные просто, очень обалденные, надо сказать, симпатичные. Но считайте сами, две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад. А россияне начали массово скупать украинские паспорта на черном рынке. Ситуация такая, друзья, что, конечно, это не просто скупать. Это значит ведь, что уже от безысходности те, кто не успел убежать, те пытаются на последних порах куда-то вот деться, да? Куда-то деться в какие-то щели, норы, забиваться. Ну, кто-то хотел в Сибирь ехать, почему не едете? Почему никто не бросает города и не едет в Сибирь? В интернете так кричать хорошо можно, да? Ля-ля, тополя, все это замечательно. Но когда подходите вы к делу, то, кстати, вот я подумала, судя по многим комментариям, как-то мужчины, когда обращаются к Бибели, к Писанию, это не мужчины. Это видно, что это какие-то странные такие особи. И я поражаюсь, думаю, как они детей рожали. Или они не рожали детей, или они одиночки, или они психи, или еще что-то. Я не понимаю таких мужчин, я просто не понимаю и ужасаюсь. Как их много, как их много. Их, конечно, партия и рулевой ведут вперед, но ведут-то куда? Ну, куда пастух ведет своих овец? Конечная цель какова, друзья? Здесь-то и делайте выводы. Поэтому российские релоканты и жители СНГ начали покупать поддельные украинские паспорта и другие документы на черном рынке. Ну, так сообщает Фонтанка газета, питерская газета. В интернете появилось огромное количество предложений о покупке паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, свидетельства о рождении и других документах этой страны. Цены на документы варьируются от нескольких тысяч рублей до 10 тысяч долларов. Продавцы обещают биометрический паспорт Украины и абсолютно чистые внутренние документы со всеми необходимыми отметками. Паспорт изготавливается из оригинальных бланков, заносятся данные в госреестр. Вы получаете ИН и свидетельство о рождении, которое тоже занесено в реестр ЗАГСа. Серии номер паспорта и наносится перфорационным принтером. На страницах будут стоять все необходимые штампы. В итоге вы получаете подлинный документ. Цитирует издание Фонтанка одно из объявлений о покупке документа. И вот здесь начались расследования. Что же это такое пришло на российский рынок? Кто покупает? Зачем это нужно? Да, ведь непонятно, что такое. Мы воюем вроде бы с Украиной. Россия воюет вроде бы с Украиной. Россия воюет с Украиной. И вдруг, когда должна быть победа неминуемая, а-ля-ля-ля-ля-ля, а вдруг начинают паспорта украинские продавать чистые. Понятно, что эти многие украинские паспорта. Могут быть, вы покупаете новое имя себе тоже, ведь с этим тоже связано. Зачем? Новые имена – это, вероятно, те, кто убит, расстрелян и погиб миллионами, тысячами в селах, в городах украинских. Их документы собираются и потом выдаются. Это новый вид бизнеса. Зачем россиянам украинские паспорта? Скажете вы. Вы понимаете, для чего это, да? Или не поняли, для чего россиянам украинские паспорта? Подумайте, а я пока дальше буду вам рассказывать. Итак, автор одного из расследований связалась с нелегальными продавцами под видом релакантки, проживающей в Грузии. Согласно легенде, в России на девушку составили протоколы о дискредитации армии и за всевозможные митинги. Поэтому ей необходим документ для получения вида нажительства в стране Евросоюза. В итоге расследователю пришло три предложения. Биометрический паспорт за 9 тысяч долларов, поддельное свидетельство о рождении и украинский загранпаспорт за 2 тысячи 350 евро. 2 тысячи 350 евро. Украинский загранпаспорт. Друзья, у вас было столько времени. Я уже с 2017 года рассказываю вам. С 2016, 15. В основном с 2017 рассказываю вам такие вещи. Рассказываю о крепостном праве. Рассказываю о том, что будете сидеть по домам. Рассказываю, что будет война, что Украины тоже не будет. Но на данном этапе, возможно, это какой-то и правильный такой шаг. Но ведь можно было все раньше делать. И зачем украинские паспорта, когда можно было по-своему выезжать? А третий продавец предложил вообще полный пакет документов. И цену продавец не назвал, но потребовал предоплату в тысячу долларов. Как можно цену не называть, но предоплату брать? Значит, это лохотрон. Выяснилось, что мужской паспорт дешевле женского. Логично. Мужчин вон сколько умерших на войне. Логично. Он должен быть раза в 3-4 дешевле женского на самом деле. А жители Турции и Сирии постоянно пользуются подобными услугами для получения вида на жительство в странах ЕС. Но зачем говорят про жителей Турции и Сирии, не знаю. Если это опять-таки ЧВКшники, которые туда уезжают, я не знаю, друзья. И понятно, что россияне пользуются загранпаспортами или паспортами украинскими для того, чтобы прибыть в страну, прибыть в страну любую ЕС и сесть на пособие социальное. То есть, чтобы страна вообще тебя приняла. Потому что россиян не принимают нигде. А украинцев принимают. Вот в этом-то и разница, да? Понимаете теперь, что стоит? Это жизнь ваша, это пропуск. Стоит вам столько, чтобы уехать куда-то. Куда уехать? Вы тоже должны правильно выбрать. И это все тоже стоит, конечно, денег. Не две копейки. Я вот вам привожу сейчас. Фонтанка делает расследование. И так Фонтанка связалась, смогла найти обладательницу поддельных документов, которая переехала по ним в Латвию и получила в ВНЖ. За две с половиной тысячи долларов она получила украинский загранпаспорт и свидетельство о рождении. Документы ей прислали на почту через несколько недель после оплаты. Найти продавцов, фальшивых документов ей помогли знакомые. Перебиралась с потоком украинских беженцев. Сказала, что паспорт потеряла в дороге. Разговор с пограничниками был самым страшным. Но ничего, проверили. Поверили. Пропустили. Рассказала эта женщина, однако впоследствии удалила все сообщения из-за опасения за свою безопасность. Правильно сделала. Миграционный юрист Анна сообщила, что поделилась, что подделать биометрический паспорт невозможно. Но пересечь границу по другим поддельным документам вполне реально. В странах постсоветского пространства все покупается за деньги, по знакомствам. То, что недопустимо бывает в России, в Молдове, Казахстане, на Украине. Более чем. Так она заметила. Я не знаю, что недопустимо, что паспорта не покупаются. Как там она заметила? Так вроде покупаются. А что у нас не покупается? Или в Молдове, или где-то? Все покупается. Юрист добавила, что подлинное свидетельство в украинских госорганах проверить сложно, так как те не отвечают на российские запросы. Однако можно пересечь границу Евросоюза, заявив, что внутренний паспорт был утерян. Зато есть свидетельство о рождении и загранпаспорт. Такой вариант вполне реальный, особенно если пересекать границу в потоке беженцев. В свою очередь, другой миграционный юрист Роман заявил, что в его практике подобной ситуации не встречалось. Ну, значит, такой практик, друзья, если у него не встречалось. Или он чур меня, чур меня, чур меня, да? Чтобы к себе не привлечь внимание. Но не важно. А украинские документы в РФ проверяют буквально под лупой. Он отметил, что в Европе проверять документы будут очень плотно. И подобные истории с фальшивыми паспортами могут быть штучными. Другой независимый миграционный эксперт добавил, что до 2022 года по поддельным документам можно было получить гражданство Молдовы, но не Украины. Украина и Евросоюз подписали соглашение о введении безвизового режима весной 2018 года. То есть тогда уже война готовилась, друзья. А украинцы спали, никто не верил. В 2008 году безвизовый режим. Украинцы могут въезжать без визы во все страны Шенгенской зоны при наличии биометрических паспортов. Вы поняли, да? То есть к войне, которая началась в 2022 году. Украина готовилась, мир готовился, Европа готовилась уже задолго. А в 2018 году после многочисленных согласований были подписаны документы о безвизовом, беспрепятственном проезде украинцев по Шенгенскому региону, по странам Шенгена. Вот такая ситуация. Вы видите, что люди сами готовы обманываться. И то, что сегодня вы видите, что скупаются на черном рынке России документы украинские, а какие-то юристы, у которых не было такого в практике, говорят, что это невозможно, пусть дальше говорят, что это невозможно. Если рынок образовался, если на рынке торгуют, значит, есть большой спрос. Рынок организовывается, когда есть действительно большой спрос на эти документы. При малом спросе рынка как такого нет. Есть несколько людей, скажем, ну, в каком-то городе всего там два человека могут изготавливать такие вещи. А здесь рынок образовался. Причем образовался он когда? Когда солдаты поехали с фронта с кучей документов. Кучей документов убитых людей. Тоже надо понимать, друзья. это тоже важно. То есть они могут быть вообще полностью настоящими, эти документы, потому что они изъяты у людей, которые убиты, скажем, в Мариуполе, да, там убили тысячи и тысячи человек в Мариуполе. Ну и что получается по факту? По факту сбора этих документов можно приехать в Россию и торговать этими паспортами, свидетельствами, потому что входи в каждую квартиру, смотри документы и бери их, эти документы. Вот что будет на самом деле. Вы понимаете, да? То есть документы могут быть абсолютно чистыми, абсолютно нормальными, но только с другими именами. Вклеивается ваша фотография и дальше вуаля. Вы более-менее подходите по возрасту, может быть, пять лет разницы. Вы можете себе сделать меньше на десять лет разницы и приехать еще как коняшка, конь скакать по Европе, ища себе работу. Все возможно. Видите, как быстро изменился мир. И то, что говорят вам, что это невозможно, друзья, я, знаете, конечно, можно говорить, это говорят те, кто боятся, боятся действительно сказать, но я вам как аналитик просто сообщаю, видя эту статью, видя то, что написано. Это, кстати, The Moscow Times написали газеты такая из раздела Русской службы новостей. И стало понятно, что россияне массово уже последние эшелоны кинулись массово убегать из страны, пользуясь украинскими паспортами, чтобы хоть как-то где-то их приняли на любой границе. Самое главное просочиться сквозь границу, а там уже что будет по месту, это не важно. Важно, что их там не убьют, а накормят куда-то приют, собачьи дадут, но дадут. А в России что будет? А в России будет то, что и было. Вспомните Швондеров, Шариковых, вспомните Полиграф Полиграфовича Шарикова. А почему от вас так дурно пахнет? Так как же, мы же работали, мы их душили, 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 душили. Вот и время наступило. Не дошло пока до вашего города? Нет? Да, друзья, спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Сегодня у нас с вами 17 марта 2024 года. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok